Мой дом, моя крепость. Для жильцов дома номер 15 по улице Кулундинская эта фраза весьма условна. После личной трагедии пенсионерка Галина Манечкина была вынуждена вернуться в квартиру, где провела свое детство. За два года ее отсутствия помещение обветшало. Стены повело, потолок в трещинах. Однако настоящий сюрприз дал ее за дверь у соседей сверху. Полностью отсутствующая крыша. Дождь идет к нам. Вот немного погодя, и этот потолок отварится, потому что там крыша вся в решетку. Нет ни шифера, ничего. Упало на соседнюю квартиру. А соседняя квартира скоро упадет ко мне. И получается окно в Европу. Вот здесь вот. Собственники квартиры этажом выше съехали. С того времени дыра в кровле только разрастается. Вместе с ней растут и все сопутствующие проблемы. Пенсионерка-инвалид остается в задхлом заплесневелом помещении, где в любой момент может случиться замыкание проводки. Вон, видите, стены вот. Они все сырые. Вон, видите, вот. Вот, сыра все. Она скоро отлетит уже. Вот, мокрая. И все. Плесенью пахнет. Плесенью пахнет. И все. Мы зашли сюда. Мы задохнули. А делать нечего. Не будем же мы спать на улице. О том, что дом с солидным износом, и так понятно. Строению больше 60 лет. Примерно столько же здесь не было капитального ремонта. Здание постепенно разваливается. Квартиры рассыпаются. Жители дома хотят, чтобы жилье признали аварийным. Самим что-то здесь сделать уже не получится. В общем, в подъезде тоже крыша вся бежит. Только вот и улетали листы, мы сами ремонтировали. А сами вот все с костылями ходим. Надо бы нас расселять. Почти такой же дом совсем рядом. Брат-близнец Кулундинская, 17. С теми же болезнями, хотя это уже скорее тот случай, когда никакое лечение не поможет. Два года назад двухэтажку признали аварийной. Однако до расселения дело пока не дошло. У нас уже крыша обваливается. У нас весь фундамент. И у нас, когда в школе вода текла, под дом натекла вода. И дом весь перекашивается. У нас дом садится. Пришло письмо от прокуратуры, что в 22-м году еще нам должны были дать квартиры. Уже 24-й год. А мы все живем. Началось вот это все рушиться. О том, что жить в таких условиях невозможно, власти, конечно, понимают. Но признание домов аварийными дает лишние бюджетные траты. Нет средств, растут очереди изнуждающихся в улучшении жилищных условий. К тому же претендовать на новую квартиру от муниципалитета взамен старой может далеко не каждый. Помещение предоставляется только в тех случаях, когда граждане проживают в квартирах на условиях соц. найма. Там же, где граждане владеют квартирами на праве частной собственности, предусмотрено только возмещение рыночной стоимости изымаемого помещения. То есть здесь переселение из помещения в помещение частных собственников по данной программе не предусмотрено. Вот у них, вот видите что. Людям, живущим в домах на Кулундинской, очевидно, что они сильно рискуют. Оба дома могут рухнуть в любой момент. А вместе с ними и надежды на новое жилье. Даже если многоэтажки включат программу и они дождутся расселения, собственники квартир в них могут претендовать только на компенсацию. Будет ли она справедливой в условиях рынка сегодня – большой вопрос. Кристина Чернова, Илья Питков. День с толком. На мою пенсию далеко не уедешь.